Обычно похороны на Новодевичьем кладбище проходят с огромной помпой. Но в этот раз все было крайне тихо и скромно. Возле свежей могилы собралась небольшая группа ничем не приметных граждан. Ну мы с братьями, это само собой, и мужья и жены, что называть. Прощались с первой леди эпохи застоя Виктории Петровной Брежневой, которая пережила дорогого Леонида Ильича на 13 лет и увидела, как разрушилась великая держава, Советский Союз, наступила перестройка и что такое лихие 90-е. Ее дочь Галина проститься с ней не пришла. Судьба Виктории Петровны совершенно трагическая, конечно. Москва, июнь 1995 года. Врачи Центральной клинической больницы, по сути, махнули на вдову генсека рукой. Виктория Петровна была очень старой и безнадежно больной. В июне 1995 года у нее началась гангрена ноги. И медики решали вопрос, стоит ли отнимать конечность. Или уже не мучить старушку и дать ей умереть без лишних страданий. У нее был диабет, у нее еще было множество разных болезней. Она была почти слепая уже, она ничего не видела. Она была, в общем, беспомощная совершенно. У вдовы генсека не было никаких привилегий. К ней не приставили личную медсестру, и она мучительно ждала, когда ей подадут и вынесут утку. Детей возле постели Виктории Петровны не было. Процесс-то был уже необратим, конечно. И, в общем, там не надеялись, что она долго протянет. В ожидании конца все перелистывают страницы жизни. Горько сожалеют об ошибках, вспоминают самые счастливые дни. Виктория Петровна прожила почти 90 лет, но счастливых из них было очень мало. Будущая жена генсека родилась в Курской губернии, была дочкой машиниста. В ее внешности, озабоченные национальным вопросом граждане, потом находили семитские черты и считали ее еврейкой. Но она отвечала, что русская. После школы Виктория поступила в Курский медицинский техникум, жила в общежитии. И в 28-м году познакомилась на танцах с красивым студентом другого техникума, Леонидом Брежневым. В апреле 29-го у них родилась дочь Галина. В марте 33-го сын Юрий. Леонид Ильич будет увлеченно заниматься карьерой и станет хозяином великой державы. Но при этом его все время будут мучить противоречивые отцовские чувства. Любовь к своим детям была перемешана в нем с чувством стыда и постоянной боязнью публичного позора. Виктория Петровна сказала, мы так старались вырастить детей, мы так их испортили, что ничего сделать нельзя было. И я очень переживала за дочку, у которой ломалась жизнь. Деревня Добрыниха, май 1995 года. Для всех Галина Брежнева в это время лечилась в санатории под Ярославлем. А на самом деле она находилась в психиатрической больнице, куда ее сдала дочь Виктория. В больнице, скажем так, она находилась перманентно. Вот, перманентно. Потому что без этого было никак нельзя другое дело. Она ничего не вылезла, она уже никого не слушала, она оттуда сбегала, в халате, в тапках. Здоровья мужчин. Эти кадры сделали английские журналисты, предварительно напоив Галину Леонидовну шампанским. Так весь мир узнал, что дочь Брежнева, опустившаяся алкоголичка, давно потерявшая разум. К концу 80-х она уже не разбирала, с кем пить и похмеляться. Распродавала остатки имущества и не понимала, какой опасности подвергает себя каждый день. Она могла там, я не знаю, спарить квартиру, все что угодно могло быть. Ее могли убить, в конце концов, эти же пьяные уличные там компании. Ее периодически клали в больницу для как бы, ну, вывести из какого-то определенного там стадии запоя или просто очистить организм. И она шла в больницу в полной уверенности, что она через какое-то время, буквально там, может быть, через пару месяцев, она выйдет. Так думала Галина и весной 95-го. Но из стен психушки она больше не вышла. Она родилась в Свердловске. Семья переезжала с места на место, а Галя мечтала о Москве и аплодисментах. Она отказалась поступать комсомолу. На злу отцу. Потому что он не хотел ее пустить, как он говорил, в актерке. В 1951 году юная Галина отправилась с папой в цирк и увидела на арене Евгения Милаева. Он был намного старше. Но дочь Брежнева потеряла голову. Прошло совсем немного времени, и она просто сбежала с цирковыми артистами. Вышла без разрешения родителей замуж за Милаева. Конечно, о циркачей семье не могло быть и речи. Поэтому пришлось именно бежать. Артист цирка Евгений Милаев был вдовцом, и у него было двое маленьких детей. Женившись на Галине, он забрал их из дома своей матери и познакомил с новой мамой. Галине было всего 22, но она решила, что справится. Как сейчас, с 4 лет помню, приехал папа с женщиной, интересной, красивой. И говорит, вот это ваша мама. А мы, ой, мамочка, к ней бросились. И вот так появилась у нас мама Галя. Галину никогда не пугал тяжелый быт. Она была трудолюбива. Приемные дети сразу ее полюбили. А когда Галина забеременела, то с ней снова стали общаться родители, которые очень хотели внуков. Дочка Галины Вика почти сразу попала в дом Брежнева. И он решил, что ей не гоже таскаться по гастролям за циркачами. Она росла у них, к сожалению. Выросла, знаете, как в золотой клетке. Ей, конечно, не хватало ни папы, ни мамы. Конечно, Галина и ее муж Евгений Милаев навещали дочку. Привозили ей куклы и наряды. Но свидания эти были редкими, и настоящей близости между ними не было. Мама Галя была для Вики яркой, нарядной женщиной. Доброй, щедрой, веселой. Но, по сути, чужой. Возможно, поэтому весной 95-го года дочь Галины Брежневой попросила врачей подержать мать в больнице подольше. И заявила, что заботиться о ней больше не может. Определили психолог. Не для того, чтобы ее вылечить. А, может быть, от нее просто избавиться. Что и произошло на самом деле, от нее просто избавились. Москва, 5 июля 1995 года. Вдова Леонида Брежнева умерла в ночь с 4 на 5 июля. Под воздействием сильных обезболивающих препаратов Виктория Петровна несколько дней пребывала без сознания. Утром 5 июля санитарка решила, что вдова Брежнева выглядит очень странно и пощупала пульс. Она вас не умерла. Как ли они дали, как дедушка. К этому печальному событию в семье были давно готовы. Внуки приехали в ЦКБ, взяли необходимые документы и отправились в бюро ритуальных услуг. Выбрали очень скромный гроб, пару простеньких венков. Когда происходили похороны, мама меня отправила в Италию. Она не захотела, чтобы я при этом присутствовала. Мы отдыхали с сыном ее подруги, Вячеславом Олеговичем Федотовым. Вот мы вместе в Италию ездили на две недели. У Брежнева и его жены Виктории Петровны было двое детей – Галина и Юрий. У Юрия потом родились два сына – Леонид и Андрей. А Галина родила дочь Викторию. Галина Филиппова – дочь Виктории, то есть правнучка генсека. Она повторит судьбу своей бабушки. Попадет в психиатрическую больницу. Я улегла в Кащенко. Я сама долегла, меня никто не заставлял. Ни мама, ни папа, никто. Я пролежала в Кащенко в интернате в совокупности 9 лет. Стержнем семьи всегда был Брежнев. Это он собирал всех за одним столом. Заботился о внуках, создавал ощущение мощного клана. После смерти генсека семейные связи стали разрушаться. На прощание с его женой родственники вели себя, как чужие люди. О том, что мать умерла, Галина Леонидовна даже не знала, потому что она находилась там в полном неведении. И более того, у нее вообще не было долгое время какой-то связи. Она была полностью изолирована. Москва, июль 1995 года. Прощание с Викторией Петровной Брежневой состоялось в малом зале Центральной клинической больницы. Родни собралось очень мало. Над гробом покойные говорили о том, что она была верной спутницей жизни великого человека. Их союз был очень крепкий. Он называл ее Витя. И все, что она делала, было безукоризненно принято им. Как Витя сказала? Спросите у Вити. Он в доме был никто. Днепропетровск, 1945 год. В 1945 году Виктория Петровна радовалась возвращению мужа с фронта. Но Брежнев сказал, что на войне он полюбил другую и заглянул ненадолго. Тамара Лаверченко была медсестрой и классической ППЖ – походно-полевой женой. Очень интересная женщина. И он, Виктория Петровна, сказал, «Ты знаешь, Виктория, у меня был день, как завтра я умру. У нас были такие бои тяжелые. Вот она была моей любовницей». Поняв, что вот-вот она станет несчастной разведенкой, Виктория Петровна перешла к шантажу. И Брежнев был в ужасе от перспектив обещанных супругой. Я ему обидела. Ну что ж, я обращусь в компартии на тебя. И тебя исключат из коммунистической партии. И карьера твоя будет закончена. Брежнев решил, что рисковать не может. Сказать Тамаре, что разводиться не будет, ему духу не хватило. За него это сделала Виктория Петровна. Она лично встретилась с ППЖ. Сказала, что вот у нас двое детей, и вот у нас такая ситуация. Поэтому лучше, если я все про вас знаю, но лучше, если вы уйдете из нашей жизни. Виктория Петровна лишь пару раз сопровождала Брежнева в официальных поездках. Все время сидела дома и в глубокой тени не мерзла. В центре внимания быть не хотела. Виктория Петровна Брежнева не была никакой первой леди СССР. Потому что не было у этого института первой леди. К ее услугам были лучшие портники, любые драгоценности. Но эффектно подать себя она не могла. Всегда была зажатой. Не умела поддержать светской беседы. Мало улыбалась. Советские жены имели пузики, как и советские мужья. Потому что они ели бог и что. На диетах они не сидели. Они не знали, что такое здоровое питание. С нашей точки зрения. Супруг, конечно, мог бы заняться здоровьем Виктории Петровны. Отправить ее на любой курорт. Отдать в руки диетологов, врачей. Но по шикарным санаториям предпочитал разъезжать один. И особенно жаловал в Сочи. Где, как было известно всему Политбюро, он много лет имел любовницу. Местную певицу Анну Шалфееву. Это была красавица со светлоурусными волосами. Южная красавица, родившаяся в Сочи. Великолепная сопрано. Виктория Петровна догадывалась о похождениях мужа. Несмотря на то, что жила почти в полной информационной изоляции. Не имела в подругах других кремлевских жен. Сплетни собирать ей было негде. Но, понимая, что муж ей не верен, несчастной себя не чувствовала. А она ничего не устраивала. Не закатывала скандалов. Она выжидала. И выждала на каком-то этапе. Москва, 15 ноября 1982 года. Брежнева хоронили не на третий, как это делают обычно, а на пятый день. Три дня гроб с генсеком стоял в колонном зале союзов. По всей стране был объявлен траур. Атмосфера была гнетущей. В последний почетный караул у гроба покойного встают товарищи Антропов, Горбачев, Гришин. На Красную площадь гроб въехал на артиллерийском лафете. Прозвучали речи высоких лиц. Страна потом живо обсуждала дорогие шубы вдовы и дочери генсека. Родные смогли подойти к Леониду Ильичу лишь на несколько минут. Каждый из них понимал, на этом все хорошее в их жизни кончилось. О том, что жизнь как бы изменится после того, как умер отец, Галина Леонидовна предчувствовала. Она даже говорила, что надо уехать, потому что нас будут преследовать. Но получилось, что никто никуда не уехал, и получилось то, что получилось. Сразу после смерти Брежнева вышло постановление Совета министров СССР о материальном обеспечении семьи Леонида Ильича Брежнева. Установить Брежневой ВП персональную пенсию союзного значения в размере 700 рублей и плюс 100 рублей дотации в месяц. Сохранить за Брежневой ВП бесплатно занимаемую в настоящее время госдачу с обслуживающим персоналом. Предоставить по линии 9-го управления КГБ СССР Брежневой ВП автомашину «Чайка» с двумя шоферами. Закрепить за Брежневой ВП квартиру номер 90 в доме 26 по Кутузовскому проспекту в городе Москве. Виктории Петровне и ее детям было обещано обслуживание в спецполиклинике для кремлевских бонс и пользование столом заказов. Все привилегии им гарантировал лично новый генсек Юрий Андропов. Но с приходом к власти Михаила Горбачева жизнь Брежневых кардинально изменилась. Москва, декабрь 1986 года. В стране началась перестройка. И новый лидер стал бороться с зажравшейся партийной элитой. К Виктории Петровне нагрянули сотрудники общего отдела ЦК КПСС со списками подарков Брежневу и потребовали немедленно предъявить их и сдать государству. Награды они были у Виктории Петровны после смерти. Но бывший адъютант Леонида Лича убедил их сдать в гохран. При жизни Брежнева его семья занимала просторную квартиру на Кутузовском проспекте и дачу в Заречье. У генсека был целый парк автомобилей. Но после его смерти автомобили сразу куда-то исчезли. Викторию Петровну грубо выселили с дачи. На сбор вещей ей дали всего 24 часа. И она тогда произнесла «Так мне и надо, ведь это я виновница войны в Афганистане». 19 декабря 1986 года. Конкретно в газете было написано, что половина статьи, что там сколько-то лет со дня рождения и сколько говна Леонид Ильич сделал для Советского Союза. Вот после этого все и началось. Внука Брежнева Андрея попросили с работы. Начались проблемы у приемных детей Галины, Натальи и Александра. От стресса и обструкции начал страшно пить сын Брежнева Юрий. Как раньше с фамилией Сахар нельзя было устроиться, так сейчас нельзя было устроиться с фамилией Брежнева. Галина навещала Викторию Петровну редко. И, как правило, в нетрезвом виде. Визиты эти были краткими и очень расстраивали вдову Генсека. Дочь совсем уж вышла из берегов. Вела себя как хотела и где хотела. У нее также продолжались вечеринки, знакомства с художниками, артистами, пьянки с актерами. В разнос Галина пошла, еще будучи в браке с Евгением Милаевым, когда узнала, что муж ей неверен. Сначала Милаев крутил просто короткие романы, но потом серьезно увлекся наездницей Тамарой. Галина страшно переживала. А потом решила вести себя так же. Гоняла на дорогом Мерседесе, снимала для своих путежей целые рестораны и пансионаты в Подмосковье. В верхах ходили слухи, что однажды она явилась на прием в Кремле в гиперовом платье, под которым не было нижнего белья. В этом отношении она пошла в отца. Ведь Брежнев был самым сексуальным правителем в истории Советского Союза. И личная жизнь его была не менее бурной. Как-то вспоминает Юрий Любимов, Юрий Петрович, что они, когда были в театре Вахтангово, как-то все пошли на Арбате, все пошли выпивать. А там из дома вышел от любовницы Брежнев. И в виде шутки Юрий Петрович вытянулся, сказал, здравия желаю. Он говорит, молодец. Ходили слухи, что в 60-е Брежнев ухаживал за Екатериной Фурцевой, а позже был увлечен дочерью лидера Болгарии Тодора Живкова Людмилой. Но одно дело курортные романы или связи с прислугой, наделенного властью мужчины, и другое – похождение его бестолковой дочки. Мужская высшая знать, она могла себе позволять романы на стороне. Это не осуждалось. Ты можешь себе позволить, но не валяй дурака и не подрывай устой основы фасад режима. Что касается Галины, она пошла гораздо дальше. Она бросила вызов неверному мужу, могущественному отцу и всему советскому обществу. Бриллианты, иномарки, любовники. Брежнев страдал невыносимо. Она всегда говорила, за спромность нас любить не будет. Но я оказалась абсолютно права. Власть Леонид Ильич получил в результате хитрого заговора. К свержению Хрущева готовились долго. И в последние недели перед дворцовым переворотом Брежнев требовал от близких быть тише воды и ниже травы. Он требовал, чтобы все жили на даче, не вылезали. И он даже однажды за столом сказал, что у меня два главных врага, это вот ты, Галя и Яша, это его брат. Ну, надо сейчас тихо себя вести. Он понимал, что за любую вещь можно зацепиться и сорвать все дела. Но тихо себя вести? Это было совершенно не в правилах Галины. Брежнев уже третий год прилагал огромные усилия, чтобы разорвать ее отношения с артистом цирка Игорем Кио. Галина влюбилась в Кио, когда была вместе с цирком на гастролях в Японии. Еще будучи женой Евгения Милаева. Кио было всего 19 лет. Но большая разница в возрасте ее совсем не смущала. Я спрашивал его не один раз. Я говорю, просто так говорю, Игорь, действительно я ее любил? Или тебе было просто интересно, что она царевна? Он говорит, да нет, ну что ты? Я действительно был влюбленный, и она тоже. Брак с Милаевым давно был фикцией, и Галина наконец-то решила объявить ему о разводе. Милаев говорил с ней грубо и цинично. Он говорит, ну и нафиг ты мне нужна, и бери развод. У меня только одно условие к тебе. Она говорит, я готова на любое условие. От квартиры ты отказываешься, от машины ты отказываешься, от элемента Витузьки ты отказываешься. От всего. Она говорит, я согласна. И пишет бумагу, что она от всего-всего отказывается. Милаев остался в роскошной шестикомнатной квартире в центре Москвы, которую получил в свое время благодаря влиятельному тестю. А также призвание народного артиста и в должности директора московского цирка, что тоже организовал Леонид Ильич. Евгений Милаев, муж Галины Леонидовны, тогда сказал Игорю Кио, что так по-мужски сказал достаточно грубо для телевидения, что Галина Леонидовна не лучше остальных баб. Галина Брежнева и Игорь Кио поженились в тайне от Леонида Ильича. Но брак этот длился всего 10 дней. Милаев приехал на дачу к теперь уже бывшему тестю и в ярких красках описал новый фортель Галины. Представляете, нашла пацана-фокусника на 30 лет моложе. Пацан, жит. Галина и Кио уехали в свадебное путешествие в Сочи. И на следующий день в их гостиничный номер ворвались серьезные граждане, которые объяснили дочке Брежнева, что она возвращается прямо сейчас в Москву. А Кио остается в Сочи. Кио остался в Сочи гастролировать уже без своего паспорта. И через некоторое время он ценной бандеролью получил свой паспорт, где в самом начале его стояла печать подлежит обмену. А та страничка, на которой находился штамп о регистрации брака, была вырвана. Это было огромным ударом для Галины. Она еле упросила отца не отправлять любимого в армию и не портить ему жизнь дальше. У нее отняли чистую любовь и надежду на счастливый брак. Я думаю, что действительно, кроме Игоря Кио, никто ее и не любил. Деревня Добрыниха, январь 1995 года. В психиатрической больнице дочь Брежнева очень страдала, часто плакала, хотела увидеть близких. И без конца говорила о всей своей жизни. Вот она говорит без конца, всем рассказывает. И только воспоминания про прошлое. После развода с Милаевым она мучительно искала любовь, но так и не нашла. Очень надеялась, что предложение ей сделает корреспондент советской культуры во Франции Олег Широков. Но в жены он ее не позвал. Потом Галина влюбилась в Мариеса Лиепу и опять мечтала о марше Мендельсона. У них был страшный роман, конечно, роман век. Она его очень любила. Она похудела, она покрасилась в блондинку. Гениальный танцовщик Мариес Лиепа был младше Галины на 11 лет. Умел красиво ухаживать за женщинами, был известным сердцеедом. Ему льстило внимание дочки Генсека. Они отлично проводили время вместе. Галина в то время прекрасно выглядела, всегда была в отличном настроении. Женщина-праздник. Все говорят, что она была очень привлекательной, очень обаятельной, харизматичной дамой. Так что, почему нет? Я не думаю, что она прям за горло пролала и заставляла там с ней встречаться. Галина боготворила Лиепу и пять лет мечтала о том, что он бросит свою супругу и будет с ней. Но эта мечта тоже не сбылась. У него была семья, как известно. Потом уже двое детей, Илса, Андреса. Вот. И все это. И он не собирался ее бросать, эту семью. Резиденция Заречья-6, 10 ноября 1982 года. В день смерти рядом с Брежневым не оказалось врача. Медицинский пост в его резиденции был за год до этого ликвидирован. Скорая к генсеку ехала долго, почему, непонятно. Раньше ее в Заречье приехали Чазов и Юрий Андропов, который уже вел себя как новый хозяин Советского Союза. И Виктория Петровна его сутка узнала о том, что она вдова именно от Андропова сейчас. В тот момент, когда его, Леонида Ильича, вытаскивали из спальни, когда ему пытались делать искусственное дыхание, как-то реанимировать его охраной, комендант, дальше в этот момент Виктория Петровна была на кухне, но этого не видела. Последние годы жизни Брежнева стали для Виктории Петровны тяжелейшим испытанием. Рядом с мужем все время была медсестра Нина Торовякова. Факт романа с Брежневым она категорически отрицает, но известно, что эта женщина имела безграничное влияние на генсека. Брежнев был посажен на наркосодержащий препарат, и в его дневниках мы находим об этом запись. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться, завтра встречать этого. Виктория Петровна видела, как от таблеток слабеет память ее супруга, какой он вялый и какой раздражительный, когда от него требуют каких-то решений. Он погрузился в апатию и беспрерывно лечился, но лучше ему не остановилось. Путь все ярче сияет над миром свет бессмертных марсиско-ленинских идей. Брежнев плохо соображал, часто терял сознание. Перед ответственными мероприятиями его накачивали препаратами, будоражащими нервную систему. А в другие дни окружению Брежнева очень нравилось, что он спящий овощ. Виктория Петровна страшно страдала и знала, что таблетками мужа кормит Нина Коровякова, о которой главный кремлевский врач Евгений Чазов потом напишет. Медсестра использовала близость к телу, чтобы получить хорошую квартиру и сделать карьеру мужу. В какой-то момент она стала просто неуправляемой и ее пришлось прогнать. И только жена дорогого Леонида Ильича говорила ему правду в последние годы жизни и умоляла отказаться от поста генсека. Леонид, ты посмотри на себя, на кого ты похож? Как твоя погодка? Как твоя речь? Ну, уходи, уходи. Вот сколько я тебя раз прошу, уходи. нам больше ничего не надо. У нас все есть. Но на волевой поступок Брежнев уже не был способен. А кремлевское окружение отпускать его не хотело. Виктории Петровне оставалось только молча смотреть на издевательство над мужем. Москва, июль 1995 года. Виктория Петровна Брежнева была женой генерального секретаря ЦК КПСС, хозяина страны атеистов. Но в Бога верила. Перед погребением ее отпели. Крышку гроба закрыли сын бывшего министра внутренних дел СССР Николая Щелокова Игорь и Сергей Андриянов, бывший сотрудник КГБ, близкий друг семьи. Щелоков был для Брежнева не просто номенклатурным соратником и главным доверенным силовиком, он еще был и другом семьи. Они общались, семьи дружили. Щелоков покончил с собой через два года после смерти Брежнева. А перед этим застрелилась его супруга. Андропов сделал их жизнь невыносимой. Когда-то могущественный силовик был покрыт позором и должен был оказаться за решеткой. Параллельно с этим новый генсек вел охоту на Галину Брежневу. Ей объяснили, что она должна, как и вдова генсека, сдать свои богатства государству. Мерседес, драгоценности, коллекцию оружия, дачу в Жуковке и деньги со счета в сберкассе. У Галины было 65 тысяч. Горбачев продолжил войну с Галиной и решающую роль в ее судьбе сыграла его жена Раиса Максимовна, которая с презрением относилась к дочери Брежнева. Говорят, что баба Галя ей не то нагрубила, не то хамила, не сошлись они характера, они поругались однажды. Викторию Петровну лишили персональной пенсии. И в начале 90-х она голодала, как миллионы других несчастных пенсионеров. Очень радовалась, когда ей кто-нибудь приносил еду. За нее я никогда не прощу эту власть и человека, который стоял во главе этой власти. Никогда. Вот. Потому что она этого не заслужила. Это ужасно, это бесчеловечно и мерзко. Знал ли Ельцин о бедственном положении вдовы Леонида Брежнева? Конечно, да. Но на его плечи в то время давил непосильный груз проблем и было не до нее. И ничего хорошего в эпохе застоя он не видел. Зачем же окружать особой заботой первую леди ушедшей эпохи? Потрясенная потоком черной информации про покойного супруга. Нищая и глубоко больная старуха очень боялась, что умрет в одиночестве и долго будет лежать потом в квартире. Поэтому выделила три комнаты племянникам, которые, впрочем, жили как бы сами по себе и о ней заботились мало. На тот момент она была инвалидом всех возможных групп, абсолютно слепая, чудовищно больной человек. В Советском Союзе крупных государственных деятелей провожали в мир иной с фантастическим размахом. В многодневном ритуальном шоу были задействованы тысячи людей. Москве страна прощаются с выдающимся коммунистом, так много сделавшим для нашей Родины. Все это было очень так значительно, весомо, с некрологами и долгой государственной памятью. Как прощаться с женами показал Иосиф Сталин. Надежда Аллилуева покончила с собой. Хозяин страны назвал ее поступок предательством. О Кремлевской стене не могло быть речи. Аллилуеву тихо похоронили на Новодевичьем кладбище, которое в то время было совсем непрестижным. И после этого, чтобы не раздражать великого Сталина, все тоже прятали своих жен от какого-то общественного внимания. Нина Петровна Хрущева пережила супруга на 13 лет. Про ее кончину нигде не сообщалось. И она упокоилась рядом с любимым мужем, которому Брежнев отказал в последнем приюте на Красной площади. Похороны были самыми такими непритязательными, простыми в обычных условиях при минимальном каком-то участии самых близких членов семьи Хрущева. А Виктория Петровна Брежнева похоронена рядом с дочкой. И надгробную плиту для Галины положили, когда она еще была жива. Там было имя Галины Леонидовны Брежневой, и дата ее рождения, и не было только даты смерти. Последним мужем дочки генсека стал красавец Юрий Чурбанов, скромный подполковник МВД, про которого народ потом придумал поговорку «Не имей сто баранов, а женись как Чурбанов». Я говорю, это же не твое, Галя, он мент. Ты с ним жить не будешь. Она, я устала. Юрий Чурбанов был женат, когда закрутил роман с Галиной. Но в отличие от Лиепы быстро бросил семью и сделал предложение дочке Брежнева. Леонид Ильич впервые выбор дочери одобрил. Подарил молодоженам квартиру и машину. Чурбанов оглянуться не успел, как стал генералом и получил пост заместителя министра внутренних дел. Брежневы принимали его как самого дорогого гостя. Они надеялись, что он угомонит их непутевую дочку. Но ее подруги считают, что этот брак наоборот был огромным злом для Галины. Но он ее испоил. Она не пила никогда. Она с ним начала пить. Галина и Чурбанов поженились без любви. И это больно ударило по каждому. Дочери Брежнева было с ним слишком скучно. И она приблизила к себе колоритного цыгана, артиста театра ромэн Бориса Бурятце. Она его провела вот такой крест весь в изумрудах. Он цыганский барон был. Я первый раз, когда его увидел, он шел в норковой шубе и в норковой шляпе. Я долго смотрел ему вдаль. Провожал его, потому что это было зрелище. Галине было 50, Бурятце 33. Вскоре, благодаря ее протекции, он был уже солистом Большого театра. Союз скрепила общая страсть к дорогой ювелирке. Бурятце искал для Брежневой бриллианты по всему Советскому Союзу. Взбешенный Юрий Чурбанов легко сфабриковал против него уголовное дело. Бурятцы обвинили в причастности к краже драгоценностей дрессировщицы Ирины Бугримовой и убегли за решетку. Но на самом деле рогов у Чурбанова не было. Бурятце любовником Галины не был. У нас была большая редкость, что мужчина нетрадиционной ориентации, но я так думаю, что он все-таки из тех был. Юрий Чурбанов жил красивой жизнью. Менял любовниц, много пил, часто бывал на охоте. Но все закончилось в 1987 году, когда его обвинили в коррупции, исключили из рядов КПСС и отправили в тюрьму по так называемому узбекскому делу. Это был первый громкий процесс перестройки, который должен был показать, неприкосновенных больше нет, страна избавится от коррупционных кланов. Когда Юрий Чурбанов вышел из тюрьмы в 90-х годах, уже фактически в никуда, у него уже не было семьи, потому что Галина с ним заочно развелась в 90-м году. Его бывшая жена, которую когда-то называли кремлевской принцессой, беспробудно пила и совсем опустилась. Жила в нищете и грязи, водила к себе незнакомых алкоголиков. Беда курила, она же безобразничала. Она пила все время, там какие-то разбитые стекла были, какие-то божи, непонятно, кто ходил туда-сюда, шум, гам. Виктория отвезла ее в психушку и за короткое время сделала мать, себя и дочь Галину бездомными людьми. Она хотела продать эти квартиры и купить Гале и себе поменьше и расплатиться с долгами. Я предполагаю, так, у нас разговора с Викторией на эту тему не было. Она решала все это сама. Виктория доверила вести дела с продажей квартир аферисту, которого звали Константин Григорьев. Он сказал ей, что для того, чтобы избежать огромных налогов, лучше указать в документах символическую стоимость элитной недвижимости. И обтяпал все так, что в итоге внучка Брежнева получила развалюху в далекой деревне и осталась без четырех квартир с престижными адресами. То есть их выписали куда-то в Тверскую область, в какой-то развалившийся дом. Галина Филипова, которую назвали в честь бабушки, проведет девять лет в психушке. А когда выйдет на свободу, то будет жить по чердакам и подвалам. Она была вот такая вот худая, седые длинные волосы, спов нету. В общем, было ужасное зрелище. Я все время лежала, плакала и вообще я какая-то дурная была. Москва, июль 1998 года. С Галиной Брежневой прощались в том же малом зале ЦКБ, где провожали в мир иной ее маму. Была ее дочь Виктория, которая, в общем-то, оформила в опекунство и отправила ее в эту спецлечебницу. Еще какие-то цирковые друзья, потому что в цирке ее очень любили. Жившую когда-то в роскоши дочь генсека хранили в страшном дешевом платье с грубым ритуальным гримом. На хороший тратиться не стали. Цветов было очень мало. Был гроб, сколоченный из деревянных досок, обитый простой матеей, ну, в общем, самые-самые простецкие. Впечатлительные цирковые подруги Галины боялись к ней подойти и винили себя в том, что не помогли ей выбраться из психушки. За полгода до смерти Галины Юрий Никулин получил от нее письмо. Пишет Юрочка, я здесь два года в психушке. Меня сюда закрыли мои дети и я нормальная. Все, пожалуйста, сделай, чтобы меня сюда забрали. В больницу к Галине Брежневой отправились Игорь Щелоков и его супруга Нона. Дочь генсека выглядела неплохо, была в трезвом уме и памяти и очень хотела выйти на свободу. А дочь Виктория уже распродала все квартиры и возвращаться Галине просто было некуда. Нона Щелокова сказала, когда она узнает, что у нее некуда ехать, она стала бомжом, она может покончить с собой, узнав это. Галине Брежневой ничего не сказали, но она поняла, ей уже из больницы не выйти, она обречена. Она написала письмо своей родственнице и говорит, что я умираю, не видните никого, ни моих детей, никого, вот так безлико. Галина была крещенным человеком, но в храм никогда не ходила, несмотря на это ее отпели. Внучка Галя проститься с ней не пришла. Я с ней даже не общалась, я пойду на пуху. А Бамгалька в своей жизни всегда была занята, я пойду при чем с ее пухой. Не пришел Игорь Кио. Не было глубоко обиженного на нее последнего мужа Юрия Чурбанова. Говорил, что ну кто я, я уже чужой человек. В общем, народу было крайне мало. Все стояли с отрешенным видом, скорби на лицах не было. В последние годы жизни когда-то веселая и добрая Галина превратилась в настоящего монстра. Слез никто не лил. Ушла женщина, которая была никому не нужна. Редактор субтитров Корректор А.Егорова